Крым и Рим, один из самых честных телеканалов Украины, вернее, самый честный телеканал Украины, ее первое место, 1 плюс 1, телеканал Коломойского, рассказывает о проблемах, которые сложились в Крыму, конечно же, после оккупации. Начинаем, программа ГРОЩИ. Программа ГРОЩИ, что значит деньги? 11 апреля 2016 года, проблемы. Путин обещает крымчанам мест в Крым уже почти 2 года, а там не то, что колонны, даже рабочего проекта еще нет. Но это не заважает россиянам сейчас смотреть этот блог и сказать, что ты рассказываешь. В общем, Путин обещает мост в Крым уже 2 года, а там не то, что колонны, проекта нет еще моста. Проекта, 11 апреля 2016 года, один из самых честных каналов Украины. Да что там один из самых честных? Самый честный. 18 марта 2016 года, как минимум. С вами мы погружаем на отметку до минус 4 метров. Это примерно высота 30-этажного здания. А там не то, что колонны, даже рабочего проекта еще нет. Строят прям без проекта, знаете, как зашивают по-живому, можно сказать. Это Путин туда прилетел и инспектировал, типа это. И вот это видео, ну как, можно сказать, что это в принципе на Мосфильмы сделали, знаете, море налили. Они могут все на самом деле. Сваи картонные сделали, но мне кажется все-таки, ну кажется, что самый честный телеканал Украины опять-таки прип***л. В общем, идем дальше. Все деньги, которые выделялись на мост, их и украли. И украл, в общем-то, я думаю, Путин. Потому что именно эти деньги он и выводил через своего музыканта. Все складывается как раз-таки достаточно четко. Что еще там украли и что там еще развалилось в этом Крыму. Да и разумеем, путинские обещанки райского життя выявились брехнею. И чекати насправді нема чого. И устроили здесь руины, развалины. Все путинские обещания оказались сказкой, мыльным пузырем, они все развалились. При этом идут кадры разрушенной набережной Семеиза. И я знаю, откуда они взяли эти кадры, вот отсюда. Сами посудите, как журналисты могут туда попасть. Только украсть можно. Разваленный город, разваленный Семеиз. По всей видимости, все развалилось от времени, знаете. Ну, а пришли оккупанты, ничего не ремонтируют, вот оно все и разваливается. Все приходит в упадок. Или нет? Ну, давайте посмотрим. А почему, что там с набережной вообще? На ремонт, разбитый штормом набережной, Семеиза нужно 20 миллионов. А как? Шторм? А, так это шторм произошел. Ну, так и да, произошел шторм в конце 2015 года. Об этом на самом честном, самом честном телеканале Украины почему-то не сказали. Что-то шторм разрушил набережную. Ну, в любом случае, они виноваты. Почему виноваты? Потому что, ну, значит, надо было как-то укрепить эту набережную. Чтоб шторм ее не разрушал. Для этого, ну, для понимания того, почему эти окупанты не укрепили набережную, нужно сесть прямо в машину времени, отмотать чуток и попасть в историю не российскую, а украинскую. Давайте взглянем на украинскую историю. На историю украинского Крыма. 2011 год, октябрь. Стихия. Море вщент разбило набережну кримского курортного містечка Семеиз. Чего-чего, так оказывается при Украине тоже штормом разбивало набережной. Да ладно, не может такого быть. При Украине штормов-то там не было, я уверен. А штормы были такие, лагерь, не лагерь. Ну, я убежден, что они это все исправили. Что вообще рассказывали в 2011 году? За одну ночь, коли вырував семибальный шторм, набережна перетворилася на груду асфальту и камень. Повністю зруйновано 150 метров пешеходной зоны. Ями тут сягают глубиной у 2 метра. Кто же виноват? Может быть, власть Украины виновата в том, что не укрепила эту набережну, что она вот эта вот разбита вся. Да нет, это же проклятое наследие советского прошлого. Это Советский Союз виноват, а? Но это, подождите, это 2011 вроде бы как год. То есть 20 лет прошло после того, как мы получили независимость. А за 20 лет ничего не исправили? Это вот вспоминают до сих пор Советский Союз. Да быть такого не может. Может, договорилась она? Может, ну, не может такого быть? На початку 90-х роков подібный потужный шторм зруйнував пирс у моря и начали свой наступ на берег. И показывают при этом пирс в море. И рассказывают при этом на початку 90-х. Так это в начале 90-х вот это вот снесло пирс. И 20 лет его никто не мог поремонтировать. Симеїз – першочерговый объект. Багато роков тут проводились лише косметичные ремонтные работы. Зараз потребна уже повна перебудова. Проект реконструкции тягне на 60 миллионов гривен. Ци гроши будут просить у держбюджеті та кримской казни. Полностью построить трибуны и отсыпать пляжи до норматива. И тогда, и тогда. И тогда, и тогда, и тогда, и тогда, и тогда, и тогда, и тогда. Оказывается, за все годы независимости проводились только косметические ремонты. Ну, уверен, вот эта передача вышла. Все взялись за голову и там за другие места. И поремонтировали. Да, 100%. Прошло полгода. Курортный сезон. Как отстраивают Крым. Алуште помогают с деньгами бизнес в Гурзуфе. А в Семиизе ремонт не начинали. А нафига его там начинать? И так 20 лет сойдет. Мы опять на машине времени передвигаемся дальше. По украинской истории. По украинскому Крыму. 2013 год. Семииз. Семииз без набережной. Разрушенную штормами набережную в Семиизе власти восстанавливать не думают. А сомнительные бла-бла-бла не думают. Нафиг ее восстанавливать-то? То есть, наливай по новой. Получается, что разрушила осенью 2015 года набережную, которую разрушала постоянно. И которая по жизни там, с переменным успехом разрушенная. Украинский телеканал об этом сообщает, но забывает, бывает такое, что забывает, упомянуть, что и в предыдущие годы она постоянно была разрушена. Она была разрушена с начала 90-х, потому что постоянно происходили шторма и что-то с ней случалось. Но во всяком случае мы увидели, что в 2011 году, в 2013, возможно, крымчане меня исправят и скажут, что да нет, там в 2006, к примеру, она не разрушалась. Но во всяком случае здесь мы четко увидели, что в 2011 году, в 2013 году одна и та же фигня там была. И что ж такое, почему сейчас об этом не упомянуть? Кто не укрепил эту набережную? Я понимаю, что в борьбе с, в общем-то, с оккупантами все средства хороши, но иногда не худо было бы вспомнить и историю, свою собственную историю, и историю украинского Крыма. Конечно, конечно убежден, тогда просто была кровавая власть Януковича. Вот сейчас бы, нынче, да это что там, закатали бы рукава, да как разукрасили бы ее в синий-желтый цвет. А знаете, набережная в синий-желтом и держится, в общем-то, получше, как броня становится. Так побрыхали про набережную, теперь давайте про Шойгу и про его хонку. Малей про черговый палац та яхт-клуб для министра обороны Российской Федерации Шойгу. Очередной дворец, и где же он построит этот очередной дворец? Я верю, верю всем сердцем телеканалу 1 плюс 1, и они даже показывают видео. Их будуют под прикрытием зведения, нібито, рекреаційного центра в притул до легендарного Костянтиньевского равеліну у Севастополі. Ну, того, кто это придумал, имею в виду строить там хонку, в голове, знаете, не маргарин, но масло, потому что, это же надо додуматься, под прикрытием постройки рекреаційного центра, прямо в притул до легендарной там, я не умею выговаривать такие слова, они как раз строят новый дворец для Шойгу. Ну, хитрецы. И, более того, они так замаскировали это, что в качестве прикрытия туда Путин вылетал. Ну, лучшего прикрытия не придумать. Общество – уникальное открытие, часто мирового значения. В городе русской воинской славы президент посетил Константиновский Равелин, где вместе с премьером возложил цветы к могиле ее защитников 41-42 годов. А вот, Равелин. И мне не дает спокойствия вот одна история. А зачем туда Путин прилетел? Ну, вот зачем? Прилетел туда Путин, понятно, куча журналистов. Это он, чтобы, ну, как бы вывести из-под удара новый дворец Шойгу, правильно? Отвлечь внимание. Президент прилетел для того, чтобы отвлечь внимание, представляете? И теперь, конечно же, общественность не будет следить за постройкой вот этой вот рекреационного центра, который там собрались строить. Ну, логично. Все бы рухнуло, она находилась полностью в аварийном состоянии. Врет и не краснеет, а все бы рухнуло. Да-да-да-да, конечно. На самом деле, в притул уже, в притул, к стеночке, прям-таки уже хоночку строят яхт-клуб. Куда ж без яхт-клуба. Уже в следующем году, после реконструкции, там откроется Севастопольское отделение Русского географического общества. Хорошее заявление для того, чтобы, опять-таки, прикрыть строительство хонки. И никто не догадается, никогда по федеральным каналам показывают, но это, знаете, так. Отвлечь внимание. Вы верите в это? Я верю, конечно же, всем сердцем. Почему я верю? Потому что это телеканал, один из самых честных, ну, давайте уже говорить прямо, самый честный в Украине. Что ты замолчал? Ну, теперь так. Так я все сказал уже, Игорь Валерьевич. Ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok